Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Дарья Лайф и сегодня второй влог. Я проснулась вот с ощущением, что хочу записывать и вы знаете, мне кажется, это большая радость, когда вот возникает такое чувство. И я сразу же взяла камеру и начала записывать своего любимого мальчика Соломончика. Соломончик, ку-ку! Ку-ку! Ку-ку-ку-ку-ку! Нам уже скоро 4 месяца. Итак, сегодня я буду завтракать, потом у нас массаж приходит, наша любимая свекровь и будет делать массаж профессионально. Потом прогулка, ну и в общем вы посмотрите, все в процессе. Хорошего просмотра! Сегодня прям настроение шикарное, потому что я выспалась, ребенок один раз тучу поел. Один раз! Я все! Я сейчас кофе делаю. Кофе, кофе, кофе. Потом, смотрите, кстати говоря, покажу вам зефир, очень вкусный. Если вы могли заметить, я стала снимать шотсы, и у меня очень много про еду, про бренды, потому что я очень люблю еду. Мне нравится это, знаете, как продуктовый шопинг. То есть для меня очень важно производство. Я все это читаю, все рассматриваю. Ну, в общем, фанат. И вот у меня есть зефир. Вот такой зефир. Полет. Наверняка вы ели овсяное печенье, бренда Полет. Но их очень много разновидностей, очень вкусные. И вот я увидела Полет. Подумала сначала, что это кронштадтский наш зефир, потому что пачка похожа. Но нет, это Полет. Вкусный зефир рекомендую. Иногда можно. Так, у меня закончили зерна. Я взяла, ну, многие знают этот бренд, ловаться, итальянский. Неплохой, но я хочу очень попробовать из сибористики. Я живу в Петербурге, поэтому я говорю, все, что связано, если кофейни называю, да, какие-то магазины, то все в Петербурге. Хочу попробовать зерна из сибористики и верле. Вот, как все это пахнет. Ну, я фанат кофе, что уж тут говорить. Обожаю. Это мой любимый набор. Посмотрите, какая прелесть. Императорский фарфоровый завод. Коллекция Александра Васильева и еще вот такая тарелочка. Это вообще, в принципе, комплект. Вот так это выглядит. Та-дам! Ой, по-моему, очень очаровательно. Я люблю кофе пить из этой кружки. И также у меня есть любимая кружка Старбакс. Вот, можно сказать, это более такое настроение нежное. Старбакс более дерзкое. Почему-то вот так у меня. Не могу не поделиться своей большей радостью. Я заказала альбом мой первый год. Он очень-очень классный. Вот, ребят, рекомендую. Я заказала его на Озоне. Вот я уже начала здесь делать. Здесь, ну, здесь просто волшебный мир. Значит, первые дни жизни сюда нужно будет фотография. Моя пяточка, моя ручка. То есть сюда все нужно будет вклеить. Потом моя семья, дедушка, бабушка. Сюда нужно будет вставить фотографии. Мама, папа, пожелания от мамы. Ну, то здесь прям все-все-все есть, чтобы ребенок потом посмотрел и очень обрадовался, удивился. Сюда можно вложить конверт, фото УЗИ. Ну, мой паспорт, моя метрика я уже вложила. Ну, то есть здесь большой объем информации. Мой первый год жизни. Так что рекомендую приобрести вот этот альбомчик. Ну, прям топовый. И вот такой чокер я купила. Чешский бисер в кофейне Plump. Ну, знаете, как представлены разные бренды бывают в кофейнях. Там свечи какого-то бренда, кружки. И вот я увидела аксессуары из бисера. Я, кстати, оставлю, как называется, их магазинчик. В общем, очень стильно, очень круто выглядит. Но мне прям безумно нравится. Я хочу сделать маникюр под цвет этого чокера. То есть и сиреневый, и розовый, и белый будет. И вот и фиолетовый. То есть яркий такой маникюр. Под худи чокер будет смотреться очень круто. Я оставлю ссылочку. Вот. Это не реклама. Я купила все за свой счет. В том числе и мой первый год жизни. Это просто альбомчик. Мамочки, мамочки, обратите внимание. О, вот. Бабушка делает массаж Соломончику. А Соломончику скоро будет 4 месяца. Да. Как ты быстренько растешь. Потом подрастешь, посмотришь к видео с бабушкой. Вот. Обрадуешься, да, наверное. Удивишься, какой ты был маленький. Малышка. Да. Да. И бабушка красивая. В палате медицинском. Баба. И кота. И кота. Ку-ку. Ку-ку. Эй, улыбнулся. Такой у меня образ на прогулку у нас плюс 14 в Петербурге. Это кожанка из манго. Как я вам уже показывала, вот чокер, который я купила недавно. Майка Зара. Джинсы Зара. Ой, джинсы, ну как брюки кожаные. Зара. И вагабонт. Обувь. Челси. Челси. Вот такой образ, речки солнечные у меня еще лежат. Не помню, где их я купила. Все, я готова уже. Слышите, поет у меня в коляске ребенок. Выдвигаюсь. Наконец-то можно одеться, как хочется, по-весеннему. А то сплошные пуховики у нас в Петербурге. Все, мы вышли наконец-то на улицу. Сейчас пойдем. Ой, Соломончик ногами дергает. Мы куда-нибудь пойдем. Я не знаю, куда. Каждый раз думаю, вот мы пойдем в этот сквер или в этот сад. И вообще иду в другие места. Ну, как бы все по желанию. То есть вот сейчас подумаем. Прогулка у нас будет великолепная, потому что на улице солнце. Латр обещает плюс 8. И, соответственно, сегодня нужно насладиться солнечными мгновениями. Так, переходим к дорогу. Все, до следующей связи. Ку-ку. Кто у меня тут лежит? Так, все, поехали. Сосредотачиваемся и переходим дорогу. На Соломончика светит солнышко вовсю. А это фонтанка. Ребята, насладитесь видами. Ну, они красотища. Да, как будто лето. Соломончиком заехали в Весуповский дворец. Это не тот, который на мойке. Это на фонтанке. Здесь институт путей сообщения. Вот, я очень люблю здесь гулять. Здесь симпатичный Весуповский сад. Исторически. Очень красиво, посмотрите. Можно насладиться видами. Опять же. Все для вас, дорогие, снимаю. Я тут уже 500 раз была. Хочу, чтобы вы посмотрели, если вы не из Петербурга, тем более. Вот, красота. Студентики отдыхают на природе. Конечно, солнечных дней в Петербурге не так уж и много. А это Юсуповский дворец со стороны Юсуповского сада. Кукусики. Глазки открываем. Кукусики. Хочу где-нибудь найти лавочку, чтобы посидеть и взять его на ручки. Чуть с ним побыть. Мы вчера, 10 апреля, первый раз вообще, можно сказать, погуляли на улице. Именно не в коляске поспали, а именно я его взяла на руки. Он посмотрел на голубей. И вообще ему так было интересно. Восторг. Восторг получил человек. Вот так вот. И вообще, в принципе, он зимой родился. Все время темнота, темнота. Холодно. А тут солнце. Тепло. О, какие-то непонятные вообще летают птицы для соломончика. Да, естественно. Все познаем. Так, я что хочу сказать. Значит, меня нормально видно? Многие мне, наверное, зададут вопрос, почему я не снимаю влоги. Значит, если я уже просто сняла первый влог, когда начинаю дальше работать, работать, как будто ты в процессе работы. И это получается очень трудно, с учетом того, что есть грудничок, да, и ты должен быть в определенном тонусе, постоянном, бесконечном. Ты снимаешь, штампуешь, штампуешь. А я хотела бы, чтобы это все дело было, ну, как бы, знаете, для души. Но так не получается. И ты либо занимаешься этим делом, да, либо ты, как бы, это делаешь просто так, для себя, для своей личной, наверное, домашней хроники. И, как бы, берешь и делаешь, да. Все. И я решила, что я беру и делаю. А если я не делаю, то, значит, я не хочу. Не хочу в этом вообще процессе быть. Но я же, когда снимаю, получаю определенный кайф. Ну, грубо говоря, я прям, я не знаю, меня переполняют эмоции. Мне хочется снимать, хочется делиться какими-то своими находками, вещами. И получается, получается, что я, как бы, сама себе преграждаю всяческие какие-то пути. Вот. И я не стесняюсь снимать на публике. Мне нравится. Я вообще очень публичный человек, я считаю. Я музыкант. Я все детство провела за и роялем на концертах, на конкурсах, на международных конкурсах серьезных. То есть я человек, который любит внимание. И вот, Даша, у тебя есть возможность, гигантская, классная возможность. Снимай, выкладывай, можешь там изучай, еще какие-то платформы, да. Занимайся видео, занимайся вот этим проектом себя, да, своего ребенка, своей семьи. Делись тем, чем ты хочешь поделиться. Но нет же, я устаю, эмоционально устаю. У меня, как бы, ну, столько дел домашних, там, да, ребенок, вот это все. И рутина. Рутина, которая не дает этой мне возможности. Поэтому я решила все. Я снимаю, вот, снимаю и все. Вот так. Кстати, что вы думаете по этому поводу? Напишите мне, пожалуйста. Может, кому-нибудь дадите мне совет. Мне было бы интересно почитать. Греемся. Кокусики. Кто у нас тут лежит? Греется. И мама, и Соломончик. Что ты всем показываешь? Обезьянка. Ой, ножки вытягиваем. Ой, вытягиваем. Молодец. Ура, навигация. Открыли сезон. Мы уже приехали с прогулки. О, что тут грязненькие у меня. Так, мы сейчас будем переодеваться. Салфетки хочу показать вам вообще. Мне очень понравились. Фэнси Рэдбит. Уже заканчивается третья пачка. Всего 25 штук. Но они очень плотные. Мне прям из всех, честно говоря, больше всех они. Всех мне они понравились. Прям рекомендую. Прям классные. И сейчас мы пользуемся вот такими подгузниками. Йоко-сан. Хочу сказать, что у подгузники огонь. Я, в общем, пару раз забыла ночью поменять ребенку подгузник на ночные трусики. И одевала вот эти. До 12 часов держит идеально. Вообще, в принципе, смысла нету в ночных тогда трусиках. Сейчас у нас ночные трусики от Мэрис. Ну, они очень хорошие. Вообще, у меня нет к ним претензий. Ну, просто Йоко-сан тоже мега крутые. Ну, вот у меня закачиваются салфетки от Лаф-Луара. Хорошие салфетки. Но могу сказать, что те мне понравились больше. И вот тоже Йоко-сан. Тоже хорошие. Никаких не могу претензий предъявить. Но вот эти мне понравились больше всех. Мне нравится, когда я достаю салфетку. И она достается одна. Они несколько сразу. За счет того, что она очень плотная. Суперпрочная такая. Ну, прям вообще рекомендую присмотреться. Видите, тут у меня в планах промыть все и убрать. У меня фиалки. Надо нижние отрезать. Все-все-все промыть. Тут все в пыли промыть. Вот это все тоже. Эти, которые обожженные, надо чуть-чуть подотрезать. Попшикать. В общем, я вот этим хочу заняться быстренько. Ой. Вот это да, Соломочек. Маки. Все хорошо. Так. Макуся. Тихо. Ч-ч-ч-ч. Видите, на громкие голоса реагируют. Так, сейчас Соломочек вот будет кушать. Потом у меня вот этим займусь. Потом приготовлю салат с тунцом. Покажу, как я его готовлю. А еще мне нужно вот убрать. У меня вот для детских комнат есть средства. Обожаю его. Еще у меня такое от этого же бренда есть для стекол. Я очень довольна. И для посуды сразу покажу. Уж если я показываю бытовую химию. Вот этот Синергетик очень хорошее средство для посуды. Для сосок, для детской посуды, игрушек. В общем, тоже средство. Мне нравится. Мне до этого было Биомио. Вот. Вот так вот. Так, я подготовила все к салату. Значит, смотрите, что у меня пойдет. Экокультура. Помидоры черепки-то вообще дорогие. За 300 рублей в ленте. Не знаю, за что. В общем, череп. Потом тунец. Нужен фортуна. Вот именно тунец в собственном соку, ребят. Не в масле. Далее 2 огурчика. 2 огурчика. Лук-шалот. У меня один такой пойдет. Средний. И листья салата. Вот здесь ростки гороха и рукава. Все. Заправка оливковое масло. Лимонный сок еще пойдет. Лимон сейчас возьму. И специи, и соль. Быстро, вкусно, полезно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.